всем привет с вами витяка вячеслав очередной подарок для всех любителей поклонников шахмат на днях мы узнали что был сыгранный второй матч между нейронной шахматной сетью альфа зеро и сильнейшим шахматным движком на данный момент сток фиша но детально останавливаться на условиях на контроле второго матча я не буду вы можете узнать эту информацию на других сайтах и я сразу перейду непосредственно к партии которую выбрал для сегодняшнего обзора итак белыми играет нейронная сеть альфа зеро черными сток фиш но если я не ошибаюсь это была одна из последних версий на тот момент скорее всего сток фиш 9 итак поехали конь f3 е6 c4 конь f6 конь c3 слон b4 fc2 2 0 а3 слон c3 fc3 d6 b4 e5 слон b2 конь d7 и e3 что в принципе хотел отметить в партиях альфа зеро на мой взгляд очевидно стремление к захвату пространства да то есть перевес пространстве это нейронная сеть ценит очень высоко также надо отметить конечно разницу в отношении к легким фигурам по моему уже очевидно что сток фиш считает не сток фиш что альфа зеро считает слона чуть более сильнее нежели конь да это тоже можно увидеть во многих партиях кстати говоря интересно интервью на эту тему гарри каспаро где он говорил о том что принципе и он и роберт фишер и вот теперь альфа зеро все склоняются к тому что слон все таки объективно чуть сильнее коня да там 130 но все же наверно объективно сильнее да и так едем дальше ладея 8 d3 конь слон е2 а 5 2 0 слон g4 h3 слон h5 ферзь c2 h6 слон c3 b6 и b5 вот этот ход кстати на мой взгляд весьма неочевиден то есть ходом б5 белые по сути снимают напряжение с ферзь его фланга по-человечески на мой взгляд более очевидным был в какой-то момент порыв c5 может быть прямо сейчас может быть чуть позже после б5 все-таки развивать инициативу на ферзь его фланге будет труднее но обратите внимание на данный ход я еще вернусь к этому продолжению да и вот преимущество его преимущество станут очевидны гораздо позже и так следует ход конь fd7 ладея d1 конь c5 слона 1 слон g6 ферзь b2 да здесь следует на мой взгляд весьма странное решение кстати говоря и настолько фиши десятыми оставил эту позицию и тоже в каких-то линиях там 2 3 этот ход мелькает хотя на мой взгляд очевидная потеря темпа следует ход конь a4 дело в том что на ферзь a2 следует ход обратно конь c5 на мой взгляд потеря потеря времени да все-таки надо было делать что-то другое следует ход d4 понятно что белые стремятся вскрытию линии диагонали ед конь d4 слон е4 и слон f3 следует ход слоны в ты и здесь вот на мой взгляд следует блестящее решение от альфа зеро здесь понятно что есть два хода это конь f3 и gf по червецки скорее всего более очевиден ход конь f3 да все-таки ослаблять короля после gf ведь есть и плюсы и минусы да понятно что вскрывается линия g но все-таки король белых тоже ослабляется но вот альфа зеро нейронная сеть она ценит инициативу превыше всего и здесь понятно что плюсы белых наверно все-таки более ощутимы поэтому смело вскрывает линию g и едем дальше конь f6 король h2 конь d4 ладья d4 король h7 и fc2 шаг кстати говоря здесь интересный такой момент можно было пойти и ладья f4 на что скорее всего чего нам нужно играть fc7 и fc2 да то есть могла получиться позиция с перестановкой ходов но сначала следует ход fc2 g6 и теперь ладья f4 fc7 ладья g1 да и вот давайте теперь взглянем на эту позицию смотрите после же прошло буквально 45 ходов да и позиция черных уже явно хуже здесь это уже очевидно у белых все фигуры активные слон по большой диагонали просто разрезает всю позицию и тяжелые фигуры все активны ферстно c2 2 ладьи плюс ко всему пешечная цепь она скоро тоже будет участвовать в атаке и так следует ход ладья g8 h4 h5 и ладья g5 теперь грозит еще ход ладья h5 так как король связан поэтому король h6 ну понятно что нет хорошей жизни король на 6 стоит явно неудачно следует ход е4 конь е6 и еще один блестящий на мой взгляд ход блестящее решение это же этого качества ладья f6 и так следует ход конь g5 hg здесь понятно что король g5 бить нельзя здесь черные получают просто форсированный мат два хода fsd2 король h4 и ff4 мат поэтому естественно черные уходят наш 7 и f4 то есть да давайте взглянем еще и на эту позицию здесь вот как ни странно но слон белопольный чернопольный слон белых он сильнее любой черных ладей да вот так вот бывает он по большой диагонали блестяще разрезает всю диагональ ладья на 6 еще не дает черным никаких возможностей где-то создать контур игру да и вот здесь вот пешка на b5 до которой агл начале партии смотрите она тоже не дает нигде скажем так подорвать цепь сыграть c6 и открыть дорогу черным ладим да то есть вот здесь становится очевидно что пешка на b5 она в принципе стоит здорово и так ладья е8 fsd3 ладья g7 то черные пытаются как-то защищаться f3 да и вот здесь кстати тоже интересное такое решение более характерное для человеческой игры так называемый принцип не спешить когда одна из сторон имея большой перевес не стремится сразу же форсировать события а делает максимально большее количество полезных ходов и так король g8 fsd4 король f8 и слон c3 опять же ход из серии не спешить ладья g8 и а4 да но вот тоже интересный момент здесь а4 не входит в первой линии большинства шахматных движков они пишут первой линии ход король g3 либо король ашты но тальфа-зера сначала на всякий случай улучшает еще быть может микроскопически но все же чуть улучшает свою позицию следует ход ладья d8 король h3 тоже весьма такое не очевидно для человека решения здесь вот король банально подтягивается следует ход ладья d7 и f5 да но по сути решающий прорыв gf ладья бьет f5 ферзь e6 и вот вы не поверите король просто банально собирается скушать пешку на h5 следует ход ладья 7 ферзь d5 ладья g6 король бьет h5 ладья e8 слон f6 ферзь d7 король g4 ладья c8 да черные стремятся пойти c6 ну и в принципе ход белых очевиден ферзь c6 максимально ограничивать черных возможностях контур игры ферзь e8 ферзь бьет e8 король e8 и ладья d5 но здесь в принципе уже все очевидно позиция черных несмотря на лишнее качество абсолютно безнадежная нет в принципе вообще никакой контур игры и здесь черные решили пожертвовать качество до возвращая и так следует ход ладья f6 gf король d7 король f5 но здесь принципе уже идет добивание следует ход c6 bc король c6 f4 ладья g8 e5 да и здесь движок сток фиш признал себя побежденным а на самом деле позиция конечно абсолютно безнадежная здесь даже сложно представить как черные могут попытаться оказать сопротивление на d e я думаю проще всего конечно f e но не удивлюсь что и ладья e5 тоже в принципе выигрывает довольно таки легко дальше там идет ладья на e7 в общем позиция ну я думаю все таки проще конечно f e позиция в принципе абсолютно безнадежная и так вот такой вот на мой взгляд классный пример классная партия от нейронной сети альфа-зера еще раз обращу внимание на то как развивала инициативу данная нейронная сеть начиная прежде всего с хода gf да весьма неочевидное решение но в принципе но на мой взгляд очень классно да прежде всего вскрывается линия g ну а дальше максимально быстрое развитие инициативы обратите внимание все тяжелые фигуры атакуют слон по большой диагонали разрезает всю позицию черных ну и дальше включается его так у еще и пешки да вот смотрите классная жертва качества да ну и по сути тотальная доминация да в данной партии у сток фиша попросту не было ни малейшего шанса до оказать какое-то сопротивление понятно что где-то они играли не лучшим образом но игра да вот еще король h4 классно на король просто прийти при всех тяжелых фигурах у черных король просто забирает пешку на поле h5 да такое не часто встретишь а ну и здесь уже идет добивание итак надеюсь вам понравилась данная партия подписывайтесь на мой канал на этом я с вами прощаюсь всем спасибо за внимание и до новых встреч